Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату всем и сегодня мы возвращаемся и продолжаем играть вообще в игры. На телефоне игры я давно не играл. Видео, которое я выпускал недавно, срок годности их истек, но я их выпустил. Метель продолжаем, бураны и все остальные игры проходить. Продолжаю я шуршать своими пальцами, не знаю будет ли тут сильно шуршание пальцев, потому что в особенности в метели, когда последнее видео было, там было капец как сильно шуршали пальцы. Было аж так, что резало ухо, чуть все уши не отпали, короче. Но, но, что же тут поделаешь, ничего не поделаешь, вот все. Значит, продолжаем, начинаем игру, настройки, громкость FPS, русские субтитры, ничего больше, ничего и не изменилось. Игра, я так понимаю, никак не, не появились новые персонажи, вот так до сих пор и Адель скоро, неизвестный чувак скоро, а Алана мы уже спасли. Он пытался там что-то, ну мы, короче, пошли в ту комнату, где Эмили надо спасать, но почему-то он просто послушал, наверное, и убежал дальше. Не знаю, что он дальше сделал, потому что она будет выбираться вроде как одна, насколько я знаю. Что еще хотел сказать, сейчас я голодный, я не ел, поэтому это, конечно, никому не интересно, но я буду нести, снова околеситься. Ну, в принципе, даже если я буду не голодный, то же самое будет. Поэтому я уже две минуты несу какой-то познавательный, развлекательный контент. И две минуты я, в общем, короче, начинаем, что я несу. Эмили, так, Аллан, перехитрите маньяка, избегите из дома, мы это сделали, а теперь Эмили, ночь в холодном подвале, играть. Сегодня у подруги была вечеринка, много гостей, я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться, вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с сухмылкой сказал, приехали. Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Что ж сказать, тут хотя бы сюжет хоть как-то более оправданный. Там этот идиот после работы пошел самостоятельно через леса, поля, в метель, где ни хрена ничего не было видно. А она уже догадалась сесть в такси, но села в не очень хорошее такси. Есть Яндекс.Такси, девушка. Яндекс.Такси вызываем. Там проверены все. Главное посмотреть на рейтинг, заказать какой-нибудь. Без разницы, хоть эконом, тоже нормально сойдет. Там хотя бы... Конечно, они могут и сами не доехать, но хоть там проверены будут. Хоть к кому-то будет можно обратиться. Это, конечно, не точно. Всегда можно... Че будет с тобой, ты не узнаешь, пока этого сам не увидишь. Но в городской такси, вот эти, которые, особенно возле вокзала стоят или аэропорта, возле аэропорта, не помню, но возле вокзалов, которые стоят, эй, подойди за 800 рублей, 200 метров провезут, и мне 800 рублей одашь, и все. Не знаю, зачем с таким акцентом. Есть и русские обычные просто. Ну, а они за 800 рублей готовы тебя отвезти хоть на край света. Только в пределах 200 метров. Ну, где-то так. Короче, они расценивают очень так прилично. В общем, продолжаю я. Начинаем играть. Мы уже поняли, что она, как всегда, это стандартный сюжет для каких-нибудь там хоррор-фильмов. Вот недавно я пересмотрел трилогию. Ну, на самом деле, она еще не трилогия. Она уже больше, чем трилогия. Четверология. Сейчас будет пятилогия. Вот этот вот Крик. Впервые посмотрел. В основном, я весь сюжет знал от этого фильма из очень страшного кино. Но, в принципе, Крик – это то самое, что и очень страшное кино. Только там, в принципе, не сделан акцент на то, что это должна быть комедия. Это как бы такие ужасы, директивы. А там в очень страшном кино акцент на то, что это и есть пародия и комедия. Но и там, и там смешно от тупизма маньяков. Как и тут будет тупизм маньяков. И тут, конечно же, вечеринка. После вечеринки она такая была довольная. Хорошо провела время. Вот это вот много гостей. И что это? Много чего? Много кексиков, я не понимаю. Яблочных напитков, виноградных напитков. Че ты хотел сказать? Ладно. Я говорю, я же голодный, поэтому недостаток калорий и всего того подобного. Я поэтому несу околесицу. Шуршание пальцев, все дела. Не знаю, все, начинаем. Давай, болтай. Так, немножко погромче, что ли, сделаем. Так. Значит, присели, привстали. Сначала осмотримся. Тут лестница, кстати. Ну, тут да, конечно, намного больше всего. Так, туалет. Проверяем сразу туалет. Я, скорее всего, снова не пройду ее за один день, потому что я собираюсь сейчас минут 20 поиграть, и все, мне надо дальше делать. Поэтому я давно не записывал, надо по-быстренькому, пока мне никто не мешает, да и все. Ну-ка встань. Ну, как обычно, где-то... Это я звук проверил просто, потому что ни хрена не слышно мне. Ну, вроде что-то слышно. А я погромче сделал, и все. Не знаю, как вам, насколько будет. Непонятно. Она где-то, как всегда, должна быть отмычка где-то за решеткой, что-то типа такого. Сейчас буду блуждать и смотреть. Пока что я не вижу, где она. Стену, наверное, надо будет пробивать. Я не помню, это точно, что тут надо будет... А, во! А, ящик заперт. Ну, ладно. Надо на все потыкать. Дверь привинчена болтом. Ну, значит, нам нужно будет какой-нибудь болторез. Да ладно. Болт, ну, не знаю, какой-нибудь гаечный ключ, что-то типа такого. Значит, значит... О, музыка уже слышно, стало нормально. Я не помню, как... Я у Купленова смотрел, как всегда. И первую, и вторую, типа вот, и как он Алана, и Эмили Спас. Но я не помню, как тут действовать. Я не помню... Я помню некоторые фрагменты, там... Там надо будет генератор какой-то запускать снова же. Но я не помню. Где-то отмычка вроде находится где-то снаружи. Насколько я знаю. Ну, в основном, типа такого. Но... Я ее сейчас не вижу. Тут... Ничего нет. Тут... Пальцы отвыкли, поэтому они уже не такие гибкие, Такие прыткие, как раньше. Потому что, говорю же, давным-давно не играл на телефоне вообще в игры. Поэтому... Сейчас они не будут такие извивающиеся, такие мощные пальцы. Они уже отвыкли от... Мобильных игр. Поэтому они сейчас будут творить полную дичь. Дверь привинчена болтом. Да я понял. А где находится-то? Чем мне открыть? Да еб твою налево. Я ж не набу... Я на тазик нажимал вообще красный. Откройте дверь. Ммм... Дощечку можешь подвинуть. Я нажимаю на все вподряд. Ну, то есть, как бы таки... По сути, вот эта вот хрень... Я думаю, ее можно будет оторвать. Она же все равно не настолько жесткая. Можно на себя просто тянуть и уже... И уже ее... Все. Разогнуть. И у тебя будет сразу и в руках кочерга. Оружие, все дела. Ящик заперт. В туалете. Отмычка! Где? Я в туалете нашел? Я не понял. Я просто тыкнул. Итак, отмычка откуда? Отсюда? Где замок? Откуда отмычка? Ну, я так понимаю, отсюда. Ну... Отмычка. А, от ящика. От ящика, да, наверное? Только я не знаю. Она каким раком отсюда долезет? Ну, да. Ну, вот теперь гаечный ключ. Теперь я сказал, наверное, надо гаечный ключ. Нужно поскорее найти выход. Я, насколько помню... Так. Но он где-то вот тут вот. Где-то в этой двери, в этой зоне. Я же говорю, сейчас я голодный. Мне страшно. Я не знаю, что делать. Где, конечно, тоже не ахти. Так. Сразу ящик закрой. Ящик закрой. Потому что это... Они все тут очень... Опа. Ручка. А куда ты делай гаечный ключ? Ну, ладно. У тебя есть отмычка. Она вроде похожа на какой-то... Как будто штопор. Только без... О, чистый лист бумаги. Можешь возьмешь его. А что ты у него не будешь брать? Ну, ладно. Все сразу надо закрыть. Так. Вот эта вот херня, что она... Ничего не скрипит? Не в плане моих... Рук. В плане дверей. Так. Я все закрыл. Я сейчас вот эту дверь хочу потянуть. А, запрятый с другой стороны. Ну, да. Он, наверное, тут. Опа. 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 Вот это надо в последнюю очередь где-то. Я помню, что это надо в последнюю очередь. Эту херню зажигать не нужно. Ой, блин. Подожди. Нет, 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 нет. Надо код найти. Сейчас, если что-то не то пойдет, то будет тренда. Хорошо, что тут время есть, по сути. Так, закрой. Выключи свет, закрой дверь. На щеколду нахер. Нет дверной ручки. Она у меня есть. А можно выдернуть ее? Блядь, ты что-то так шумишь. Дура, можно чуть-чуть потише как бы закрывать дверь? Так, тут нет никакой сигнализации. Я услышал, как, наверное, вам было плохо. Сейчас по ушам. Потому что я возле... Моя рука правая возле динамика. И я не могу ничего с этим поделать. Опа. Фрэнк. Так, тебя зовут Фрэнк. Ага. Так. Тут что-то тоже нужно будет сделать. Я помню. Вот эти вот места. Ящик. Так. Тут же... Что это такое? Возьми. Это же точно так же, как в этом. Ну, то есть, во всех жанрах я посмотрел... Я смотрел, как бы, такие Хэллоуин, только недавно эти, как он называет... Ну, вот, получается, которые новые, спустя 40 лет, которые, типа, где он вернулся. Там уже все постаревшие актеры. А не которые девятьсотых, короче, девяностых годов, а которые, ну, в новом году вот эти вот снятые. И то есть, как бы, такие... Сейчас смотришь и прошлые части, и эти части новые, типа... Там первый Хэллоуин, самый первый Хэллоуин посмотрел. Крик трилогию посмотрел. Дальше буду четвертую. Вот скоро сейчас пятая выйдет. Возвращение просто Крик. И, в общем, как бы, такие очень-очень-очень, ну, всегда тупо они ведут. Почему они дают по щам этим, как их называют, маньякам, а потом ссыкуют их добить. Они просто берут, стоят возле них, что-то там копаются, они посматривают на них, потом отворачивают, что их уже нету, или они уже стоют. Нет бы им в бошку влепить. Типа, ладно, с Криком там его всех... Все-таки их убивают в конце, который вот эти вот маньяки. А с этим Майкл... Майком Майерсом... Вообще беда. Чистое зло, которое нельзя победить. Действительно, ни разу ему никто так нормально в голову не зарядил. Он же отбитый шизик. Ему насрать на ваши удары. Заперто на ключ. Опа. Лед. Да, во льду что-то должно быть. Значит, нам нужна какая-нибудь, не знаю, хренатень. Какая-нибудь что-то типа лома, что-то типа... Той же самой... Как его называют? Мотыги, хотел сказать. Нет. Кирки. Кирка. Ну, это не Майнкрафт. Тут мы себе не можем ее скрафтить. Пусто. Вот. Ящик. Пусто. Бутылки. Везде потыкаем. Туиц-тыц-тыц-тыц-тыц-рыц. Ничего не работает. Так. Что-то мешает открыть дверь. Навер... Веревка, наверное. Отмычкой. Разрежь ее. Ай... А веревку ты не пробовал развязать просто там. Так. Тут. Тут. Потыкаем, потыкаем. Везде надо потыкать. Лед. Все дела. Тогда закрой нахер. Пусто. Да ладно. Интересно, если тут час ходить, два часа ходить, он... Он... Он не будет проверять? Чем он вообще занят? Вот что он делает? Он дрыхнет все это время? Бумага. Почему мы не можем ее взять, не знаю. Так. Надо посмотреть, что тут. Так. На всякий случай сразу надо все там закрыть. Нахер. Так. Ну, я вроде все тут закрыто. Главная дверь. Только... Ручка появилась, конечно. Значит, ручку... Так, он практически все замечает. А ручка откуда-то, опа, появилась. Он, блин... Он же этот, идиот, который не мог вставить себе ручку. А тут она резко, бамс, появилась. Машинка стиральная. Вещь стирает тут. Я знаю то, что надо хотя бы один раз, наверное... Ну, он же должен приходить и приносить ничего-нибудь там. Открыть. Так. Ага. Значит, код. 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 Надо поискать код. Код. Закрой нахрен. Так. Я выключился. Так. Выключим. Как же она шумеет? А этот дебил не слышит ничего. Ищем код. Я не понимаю, почему она в ноут не заходит. В ноут зайди, дура. Почему ты в ноут-бук не можешь зайти? Мммм... Цифра, цифра, цифра. А, вентиляция. А, сейчас же шуметь будет, дура. Ой. Так, выключи ты ноут. Выключи ноут-бук. Он же его все-таки выключает. Он же не дурак, который тратит. Я не знаю электричество. Не знаю, зачем он тут вообще... Что ему тут нравится? Это что, провод? Провода... Мать твою, заново. Ну? Нужно вернуться обратно в камеру. Так. Надеюсь, он ничего не заметит. Я тоже надеюсь. Так. Значит, посмотрим на него. Э! Чепуш! Он отсюда вырвается. Вот он, да. Здорова! А? Так. Погоди-ка. Подождем. Здесь кто-то был? Да, ручка вставлена. Ну... Вроде все на месте. Да, действительно. Ручка, в принципе, в том месте, где и должна была быть. Просто ты идиот не поставил. Так, значит, тут капкан. Я не заметил его. Открой дверь. А может... А ты его взять не можешь? Дура. А что ты делаешь 25 секунд? Нет. Ну, понятно. Там для игры все дела. Ну, что ты делаешь 25 секунд? Ты услышал какой-то звук? Думаешь, крыса открылась? Что это? Что это такое? Возьми сраный капкан. Или кинь туда что-нибудь. Вместо своей ноги. Она даже не хромает. Ее вообще по боку. То есть, как бы таки... Ей капкан ногу оттяпал. Ну, то есть, как бы таки... Он ее пробил же. Ептую шмаковку. А где все? Кирпич. Почему нельзя просто... Он пока заходит, можно открыть по-быстрому двери. Можно кирпич в голову кинуть. Понятно. Страшно. Все дела. Ну, можно же как-то действовать. Дурная твоя голова. Паутина. Эх, ты хотя бы уборку сделал тут. Не, я понимаю. Холостяк, наверное, какой-нибудь. Вообще насрать ему. Ну, так нельзя жить, чувак. Нельзя так жить. Живешь даже... Не знаю. Что этот лед? Ну-ка, ну-ка, где тут провода? Он, походу, даже не подключен. Он уже должно было растаять давным-давно. Дверь открой, чмочник. Эх. Ладно, давайте-ка попробуем этот генератор. Да ёб твою мать, закрой дверь. Так, дверь открыта. Что бы надо по-быстрому пробежать? Ящик закрой назад. Посмотрим, что там генератор этот. Ну, кстати, может тут ещё надо... Надо на всё потыкать. Текстуры такие, хер пойми, что тут понять. Что есть? Опа. Опа, водичка есть. Ну да, он же не слышит, как вода идёт. Он же всё слышит, кроме как вода идёт. Машинку открой, не знаю. Постирай вещи пока. Но всё равно непонятно, как он реагирует. Зато в чистом выйдешь. Так, нет, ничего не хочу пропускать. Надо найти код. Вот твою мать. Мать твою за ногу! Выключай. Закрой. Нахер. Так, ну пока ещё потыкаем. Всё равно 10 секунд, 12 секунд. Ну ладно, уже пора. Дверь закрой, спасибо. Это не я, я спала. На кровать зайди. Я спала. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Нет. Непонятно, его надо закрывать. Времени мало. Это надо самую последнюю очередь делать. Здесь кто-то был? Да, компрессор сам включился. А, нет, я свет уже выключил. Ну, вроде всё на месте. Красавчик. Даже двери за тобой закрываются. Ну-ка ещё раз повторим с тобой эту тему. Хала-шара. Твою же. А что за чёрт? Опять ты 25 секунд будешь подниматься. Но времени очень мало. На то, чтобы посмотреть хоть что-то там. Ну-ка, надо ещё посчитать, сколько времени есть. Сколько времени. Я не засёк в тот момент, сколько времени он это делает. Долбанный компрессор. Да-да, долбанный он, долбанный. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, что-то в районе, в районе десяти секунд. Куда пошёл гулять? Опа, опа. Опа, пошёл куда он. Здесь кто-то был? Ну да, я там вообще был. Вроде всё на месте. Ну, вроде да. Ты холодильник разморозь, додик. Кстати, а может быть надо было... Это хрен с ним. Я уже двадцать пять секунд играю. Фу, двадцать пять секунд. Двадцать пять минут играю, поэтому... Надо забежать к ним. Да это не я. Третий раз подряд не я. Привидение, честное слово. Выключил, выключил. Закрой дверь. Дверь закрой. Эй, быстрее. Я не знаю, чем ты там занимаешься. Что ты делаешь? Долбаный компрессор. Третий раз подряд. Хорош. Так, сейв. Все дела. Нихера. Ага. Эй, дубил. Бля. Ну, ладно. Ну, ладно. Хоть запечатлили его. Аааа... Я успел зайти, ну ты хрен, чёртов. Ну, как ты его заметил? Ну, ёпт его налево. Ну, она чуть-чуть была приоткрыта. может быть ты заходила на чуть-чуть закрывалась за собой ну чуть-чуть но она просто знаешь болты разболтались а сами упали понимаешь не я в этом виноват точнее виновата понимаешь ты сам хреновый закрутил понимаешь сам сам в этом виноват но приоткрылся но компрессор точно не трогал серьезно придурок эх ладно вот так вот вот так вот сделали мы немножечко пробежку побегали немножко вспомнили руками я с тобой мы с вами все мы вспомнили как работать руками на телефоне наверно шуршал наверное не знаю надо будет сейчас послушать но пока что на этом все как всегда я комментировал невероятно шикарно просто черданцев с геничем позавидовали бы мне наверное а может быть и не наверное не знаю в общем всем спасибо тебе спасибо вам всем спасибо всем и все и вся и тебе лично тебе лично мне всем спасибо за просмотр 26 49 26 50 51 на этом все всем спасибо за просмотр еще раз всем удачи всем до скорых встреч надеюсь мы ее уже пройдем скоро надеюсь уже а эту адель доделают и пройдем дальше другие тоже игра а пока что на этом все всем пока пока ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуллах